Иди, мама, тебе вкусненькое даст. Иди. На, держи. За жвачку, конфеты и другие вкусности восьмилетний Кирилл готов отдать все, что угодно. И своего добивается. Объяснить, что это вредно, маме бывает трудно. Ведь у нее особенный сын. О том, что у мальчика есть нарушение аутического спектра, Валентина поняла, наблюдая. Стал складывать по порядку, например, идеально, ровно, например, машинки все. То есть от маленькой к большой. То есть обычно ребенок в таком именно возрасте, к 3-м годам, он не будет этого делать. Это уже не только я говорю, а это и специалисты, которые у нас. Мы всегда лечились, всегда были на виду у врачей у всех. Впрочем, имея черты аутиста, Кирилл очень общителен. Иногда готов обниматься даже с незнакомцами. А играет всем, что в руки попадет. Сегодня от развивающий конструктор, завтра столовые приборы. Послезавтра ветки бурьяна. Последний сын частенько приносит домой, рассказывает Валентина. Кирилл понимает все, что говорят ему окружающие, но сам пока не разговаривает. Для его мамы это уже не проблема. Сын общается с ней языком тела. Если отворачивается, значит ему неинтересно. Прогулка на улице вызывает другие эмоции. Кирилл делает все, чтобы собраться как можно быстрее. Ежедневные прогулки – обязательный атрибут для Кирилла. К своим любимым качелям несется в припрыжку. Может себе позволить. Физически полностью здоров. Валентина надеется, что это сыграет роль в выборе профессии. Какую-то профессию, в любом случае, какое-то занятие тем, чем бы он хотел заниматься сам и любил это делать. Мы ходили раньше в бассейн. Он очень любит воду. Я хотела бы, чтобы он был спортсменом в этой сфере. У Кирилла есть все шансы добиться успеха в спорте. К примеру, как сделал это американский пловец Майкл Фелбс. Аутическое расстройство не помешало ему стать пятикратным олимпийским чемпионом. Субтитры создавал DimaTorzok